Проблема наркотизации Проблема на 100 тысяч населения Таких потребителей Мы на втором месте В целом мы на втором месте по Республике Беларусь На втором месте не только потому Что Гомельщина второе по увеличению Регионы Второе по плотности населения Безусловно нет Не поэтому Имеет значение и распространенность Наркотиков По регионам и конечно же Работа служб Которые занимаются этой проблемой Проблема действительно актуальна Самый молодой и самый взрослый пациент Клиники последних нескольких лет Которые обращались к вам И вашим коллегам за помощью Самый молодой человек Имел возраст 14 лет Это было года 2 назад И самый взрослый Точно не могу сказать возраст Но это после 40 Между 40 и 50 годами Кому помочь проще? Помочь проще тому У кого стаж наркотизации Меньше Кто меньше вовлечен в проблему Потребления наркотиков Иногда достаточно Какой-то просветительной беседы Или формирование правильного отношения К наркотикам Чтобы человек прекратил Употребление этого зелья Если он не страдает уже Зависимостью, к сожалению Заместительная метадоновая терапия Когда-то этот механизм Был действительно очень спорным И тогда, когда внедряли его В Гомельской области Впервые в стране Много было за и против Вот что говорят коллеги Не только в Гомельске, но и из Беларуси Насколько эффективен он сегодня? Достаточно эффективный метод Для того, чтобы сдерживать Например, распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов Это контролируемый прием Опиоидных наркотиков Контролируемый государством Здравоохранением С тем, чтобы помочь наркозависимым Выйти из криминальной среды В том числе Помочь улучшить свое здоровье Предотвратить случайные передозировки То есть, подчеркнем Это лечение наркозависимого Наркотиком Да, совершенно верно И здесь плохого ничего нет Ведь это все под контролем Дозировано И ключевое, под контролем Под контролем Более того, при желании Пациент может со временем Этот процесс длительный, конечно Совершенно уйти от наркотиков В том числе и в рамках Контролируемой программы Заместительной терапии Можно ли раз и навсегда Побороть эту проблему? Можно научиться жить без наркотиков Дело в том, что повод употребить Наркотики есть всегда И найти его не так уж сложно Важно научить человека Справляться с проблемой Когда возникает тяга Когда хочется употребить Когда у тебя плохое настроение Либо случилось в жизни Ты ищешь повод для того, чтобы Возобновить прием наркотиков Можно научиться тому, чтобы Совладать с самим собой Научиться определенным техникам Преодоления этой тяги Научиться вовремя обращаться К специалисту в конце концов И научиться этому Безусловно помогут В том числе в регионе Все ли хватает В плане медицинской базы Профессионалов Здесь, в Гомельской области Мы совершенствуемся Безусловно, есть Грамотные специалисты В регионе В нашем учреждении На сегодняшний день Функционирует Реабилитационный центр Ключ Куда можно обратиться За помощью Цикл реабилитации Составляет 28 дней Пациенты находятся В достаточно закрытом Коллективе И работа проводится С ними самая разносторонняя В том числе По обучению Навыкам Совладания С тягой С зависимостью Этот курс анонимный? Он может быть Как анонимный Так и совершенно открытым Спасибо за это интервью Действительно Я уверен Что Эффективность Лечения И реабилитации Зависит Даже не сколько От Качества Медицинской помощи Сколько от желания Каждого Начать Жизнь С нуля И видеть Прекрасное Вокруг Безусловно Вы правы Но я хочу добавить Что Важны Две составляющие Безусловное Желание Самого пациента И конечно же Квалифицированная Медицинская помощь Спасибо за это интервью Успехов в делах И до встречи Спасибо Спасибо